Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Сейчас вы видите вот такой вот вид. Это вы сейчас увидите дом женщины. Её зовут Агафья Лыкова. Вы в интернете можете про неё прочитать. Она из староверцев. Когда-то её отец, ей уже сейчас под 80 лет, а тогда давно, когда-то её отец увёл жену свою и детей, тогда Агафья ещё не родилась, из Новгородской области. Он оттуда, из Лыковки села. Он оттуда увёл, и они ушли далеко-далеко, аж в Хакасию, в тайгу от советской власти. Потому что христиан, вон внизу, видите, строго мучили. И в тюрьмы бросали, и уничтожали. И колокола сбрасывались в церкви, и церкви разрушали. Мне задали вопрос, как я отношусь к Ленину и к мавзолею Ленина. Вот на этот вопрос я попытаюсь ответить. И ещё второе. Женщина одна написала мне, мне нравятся ваши советы, ваши рецепты. Вот только пропаганда, она сказала, Божья. Вот смотрите, что интересно. У людей, если говоришь о Боге, это пропаганда. То есть посмотрите, какая подмена понятий. Я уже вам давно-давно показывала моменты, когда у людей подмена понятий. Вот пропаганда, дорогая милая женщина, это когда детки восьмилетние с левой стороны, возле своего сердца, вешают пятиконечную звезду, знак сатаны, внутри которой находится лик. Лик, не святой какой-нибудь, лик, а лик Ленина. А потом рассказывают, какие они правильные, на Пасху ходят, и забывают о том, что они делали во втором классе. Но правда, они были тогда, ещё не понимали, что делают. Но власть-то понимала, что она делает. А дальше, когда ребёнок был чуть постарше, на него, на шею, завязывали галстук кровавый. Такую, знаете, скажем так, повязку делали. И значок. А дальше, когда были уже комсомольцы, чуть постарше, вешали также с левой стороны обязательный значок вечного костра, вечного огня. Вы знаете, что означает вечный огонь? И во главе, опять-таки, личность Ленина. Лик, скажем так. Вы знаете вообще, что означает вечный огонь? А вечный огонь, которому поклоняемся и просим, там просят наклониться, всё время наклониться у вечного огня. А почему вот в Соединённых Штатах Америки там-там везде нет вечного огня? В Бельгии, в Германии вечных огней. А там памятники стоят. Памятники людям. Неужели нельзя поставить памятник? Этот вечный огонь, надо кланяться вечному огню. Вот кому нравится, тот ходит, кланяется вечному огню. Вот я вам скажу, вот это называется пропаганда. А то, что я от души, от всей своей вам дарю, дарю безвозмездно, дарю так, чтобы вы спаслись, дарю так, чтобы вы попали всё-таки в сад, чтобы вы любовь дарили ближнему своему, чтобы вы благословляли ближнего своего и на улице, то это не пропаганда, а это самая настоящая, правильная жизнь. Вот вы сейчас увидите женщину, которая живёт в ужасных условиях, в суровых условиях, но она это называет своим раем. И она никак, ни под каким соусом не хочет покинуть его и уехать, когда она уже пожилая. Когда-то её отец увёл туда, ну вернее отец не увёл, она там родилась. Она в Таге родилась. А её братишек увёл отец вместе с семьёй из-под Новгорода. И вот она рассказывает, что христиан, а внизу идут титры, вы можете читать, строго мучили и в тюрьмы сажали. Это она рассказывает то, что ей рассказывал отец. Почему он их оттуда забрал. Теперь слушайте дальше. Христиан строго мучили и в тюрьмы сажали. Она плохо говорит, потому что она, извините, неграмотная, но она сама научилась читать Библию, она её читает, псалмы, и она молитвы всё время читает. Она такая умница. Вот у неё там кошечки, это ей уже привезли. И губернатор Аман Тулеев, дай бог ему здоровья, Аман Тулеев, он сам из Туркменистана, родился в Туркменистане, стал губернатором Хакасской в Хакасии. И вот он привозит, он снаряжает ей экспедиции для помощи, привозит ей туда вещи, научили её пользоваться часами, она не знала, что это такое. Всё-всё показали. Дальше смотрите. Вот и кошечек ей подарили. В священниках-то замучили. Священник Авраами был, священник Тараси. Видите, что говорит? Священник Авраами был и священник Тараси. Замучили, говорит. Дальше, слушайте. Вот это она молится, показывает. В бочку гвоздей наколотили. Вот это она говорит, в бочку гвоздей наколотили. И в эту бочку посадили. В бочку посадили. Катали, катали, и так вот замучили. Слышали? Катали, катали, и так замучили. Вот это называется пропаганда дьявольская. А то, что я вам говорю, расслабьтесь, полюбите ближнего своего, полюбите и благословите нуждающегося, и благословляйте каждый день, и распинайте себя каждый день во имя своей семьи, во имя ближнего своего, во имя Бога. Отдавайте себя полностью, то это не пропаганда. Это, извините меня, жизнь. Другой жизни быть не может. Всё остальное, это, как бы вам сказать, вот как белочка бежит, 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 бежит по колёсику. Вот это бег на одном месте. Вроде бежишь, и уже у тебя дыхание останавливается. Но ты всё бежишь, 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 а круг всё крутится и крутится, и ты ни шагу не продвигаешься. Вот это вот жизнь без Бога, я называю. А когда жизнь с Богом, то вот она счастлива там, она там счастлива у себя. Посмотрите, она и писать научилась. Вот молитва, вот то, что я вам говорю, напишите молитву, то, что вам нужно. Запишите всех своих родных, близких. Читайте вслух, просите Бога, как можете. Берите из Библии строки и говорите их, провозглашайте. Видите, что говорит? Вот посмотрите, это её отец, потому они уходили, потому что они староверцы, их просто бы уничтожили, просто. А там и уничтожали. И вот рассказывал её отец ей. Катали-катали, так замучили. Ну, это уже рассказывают. Это уже рассказывают там, что они бегуны, и всё это же там мужчина один рассказывает. И вот так вот она живёт. Вот это Агафья Лыкова. Это Агафья Лыкова, это, скажем так, мой герой. Я её обожаю. Я её обожаю. Я все видео смотрю про неё. А теперь по поводу Ленина. Продолжаю отвечать на вопрос про мавзолей Ленина. Да? Там меня про Ленина спросили. Про мавзолей. Значит, про мавзолей Ленина хорошо написано в Библии. Вот тут вот зелёным цветом я так обозначила в Библии. Смотрите, что написано. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, избили пророков, а вы строите им гробницы. Значит, вы строите гробницы тем, кто избил пророков. Да? Дальше. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. Каждый священник, который, как Агафья говорит, был замучен, каждый, за каждого взыщется кровь. За каждого. Читайте Библию. Я вам советую, читайте Библию, иначе вы не будете знать, что, как и почему. Это мой вам совет. Пока не поздно, пока вы проснулись. Господь, Бог вам дал ещё один день. Вы в этот день можете покаяться, вы можете простить его, особенно за то, что вот эта женщина, конечно, такое говорит, когда говоришь о Боге, и слово пропаганда, это просто два понятия, которые противоположны. Пропаганда – это вы. Вам срочно надо покаяться. Вот это называется хула на Святого Духа, то, что по Библии не прощается. Ох, будьте осторожны со словами. Ох, взвешивайте каждое слово. Это очень важно. Это очень важно. Дальше. Следующее я хочу вам… Так, сейчас я поставлю камеру. Вот так. Вам поставлю камеру. Сейчас я на Библию. Вот так вам показываю. Может быть, кто-то что-то прочитает. Вот так вот сделаю. Теперь смотрите, дорогие мои. Насчёт Ленина. Есть прекрасные слова Игоря Талькова. «Я мечтаю вернуться с войны». Знаете, такое у него есть? Такая песня. И стихи он писал. Игоря Талькова, кто помнит. «Но не предан земле тиран, объявивший войну стране. И не видно конца и края этой войне». Вот эта война людям была объявлена, она тиранам, который сейчас не предан земле. Даже по-любому, даже если вы православный человек, вы должны понимать, что любое тело должно предано быть земле. Если оно не предано земле, если вы не... Вот у мусульман, например, до заката солнца нужно уже похоронить человека. И это, я считаю, очень правильно. Очень правильно. Потому что нельзя глумиться над трупом. Нельзя, чтобы труп... Вот столько времени... Это язычество. Это у египтян у древних вот так вот трупы держали на земле. Это язычество самое настоящее. То есть смотрите, насколько и до сих пор в центре, в центре Москвы, на Красной площади, там, где рядом собор Василия Блаженного, который мне очень нравится, где все помазанники Божьи ходили. Вот это вот лежит, вот этот труп. Понимаете, это просто катастрофа. А ещё мне нравится, очень мне нравится стих Игоря Талькова. Мне он нравится как поэт. Я Игоря Талькова очень люблю. Послушайте его стих. Как он правильно, как он чётко написал. Называется «Товарищ Ленин, а как у вас дела в аду?» «Товарищ Ленин, а как у вас дела в аду?» «Вы там на сковородке или на троне?» «Готовитесь ли к страшному суду?» «Или надеетесь, что дьявол выдаст бронь вам?» «Нет, броня вам, товарищ, не видать. Господь не допускает компромиссов. И мы хотим успеть вам всё сказать, пока ваш дух не воплотился в крысу». Ну и дальше по тексту. А ещё там дальше идёт такой момент. «Ну, не нравился вам наш народ, так в Швейцарии бы и оставались. И кровавый свой переворот там, в Швейцарии, свершить бы пытались». Вот какой умница Игорь Тальков. А теперь вы понимаете, что такое пропаганда, когда его взяли и застрелили. Как вы думаете, за что его застрелили? А вот за такие стихи. Вот за такие стихи. Всем советую почитать его стихи. А особенно вот этот стих «Товарищ Ленин, а как у вас дела в аду?» Написал Игорь Тальков. Он длинный, этот стих, но его стоит прочитать. А я вас всех люблю, целую. Будьте благословенны вы и ваши семьи. Дай Бог вам здоровья и всего самого лучшего. Не забывайте каждый день читать Библию. Я люблю вас.